Как обычно, революционные известия приходят из ноябрьского Петербурга, поэтому то, что вы сказали, что будущее однозначно принадлежит цифре, да, во многом это так, но мой доклад будет немножко о другом. Я, с одной стороны, готов с этим отчасти согласиться, но я думаю, что будущее в балансе. Нам всегда очень тяжело найти баланс между цифрой и бумагой. Придется это сделать. Нужно найти баланс между информационной сущностью библиотек и какими-то другими новыми функциями, между инновациями и классикой. И, конечно же, давайте вернемся к теме нашей сегодняшней конференции. Мы сегодня должны поговорить о науке, об образовании в библиотеках. И я думаю, что здесь этот баланс лежит между фундаментальной наукой и прикладными исследованиями. То же самое касается образовательной деятельности. Уверен, что мы не должны забывать о фундаментальной науке, о фундаментальных образовательных программах. Никто, кроме нас, не позаботится о таких научных направлениях, как библиотека ведения, библиографа ведения, книга ведения, история библиотек, история книжного дела. Думаю, что вне зависимости от внешней конъюнктуры, от того, что мир движется в сторону цифры, есть какое-то развитие информационной среды, все-таки мы должны позаботиться о нашей библиотечной классике. Наш фонд будет очень долго составлять нашу основную ценность. Я вот в это верю, и нужно к этому приложить очень много усилий. Но, действительно, согласен с вами, Александр Павлович, мир очень быстро меняется вокруг, и мы должны строить планы не только основываясь на нашей многолетней классике, но и принимая во внимание, в том числе, и изменения мира вокруг нас. Поэтому в Ленинке мы думаем, что наша научная образовательная деятельность должна отвечать трем важным вызовам. Первый важный вызов – мы должны вне зависимости от внешней конъюнктуры сохранить нашу библиотечную классику. Второй вызов – мы должны внимательно изучать наш опыт, эмпирический опыт, связанный с реализацией проекта модельных библиотек, связанный с проведением исследований, в том числе мониторинга фондов, и создавать научные и образовательные программы, чтобы соответствовать этому вызову. И третье – это, конечно, мы должны позаботиться о наших коллегах в Ленинке. Около 1600 человек работают в нашей библиотеке, и мы должны неустанно заботиться о том, что мы повышаем квалификацию, развиваем компетенции наших сотрудников. Как это устроено в Ленинке? Классикой занимается наше научное направление. Александр Юрьевич Самарин сегодня расскажет отдельным образом о том, что происходит в этом направлении. Инновационными программами, так сказать, текущей, рыночной, изменчивой средой будет заниматься департамент модельных библиотек Анастасия Юрьевна Титловская, мой сегодняшний судокладчик. И корпоративный университет Ленинке, всем известная Екатерина Леонидовна Кудрина, занимается повышением квалификации в том числе и наших сотрудников. Давайте немножко поговорим о том, что мы будем делать сегодня в таком наиболее изменчивой среде новых образовательных возможностей. коллеги, а можно помочь мне с перелистыванием, все-таки не работает? Давайте нажмем луками, можно? Коллеги, одну из конечков, извините, у нас почему-то не перелистываются слайды. Но, тем не менее, давайте, вот, отлично. Давайте мы начнем вот с этого слайда. Я уже сказал, что выводы и планы должны опираться на солидную базу. И я считаю, что 306 модельных библиотек 2019-2020 года – это очень серьезная выборка, очень серьезная база, которая позволяет нам делать определенные выводы о потребностях, в том числе и потребностях образовательных. Но давайте посмотрим еще раз на этот слайд. Более чем миллиард рублей, миллиард 110, чтобы быть точным, выделяется в 2020 и 2021 году. Это очень серьезные инвестиции в библиотечную отрасль. Еще раз хотел подчеркнуть, что запуск национального проекта в части модельных библиотек – это очень серьезный опыт для всех нас и очень серьезная база для понимания потребностей наших читателей. и потребностей профессионального сообщества. Можно следующий слайд? Отлично. Итак, очень важно подчеркнуть, что эти проекты очень далеки от какого-то единого стандарта. Каждая библиотека абсолютно уникальна. И вот несколько примеров. Сегодня, когда Ольга Сергеевна поздравляла победителей, был упомянут Благовещенск, Амурская область. Это не та библиотека, это не библиотека-победитель, но тем не менее абсолютно замечательная библиотека искусств, абсолютно креативная, интересная атмосфера. Самарская область – тоже один из примеров библиотеки. И все мы свидетели, что в профессиональных сообществах очень много обсуждается некий стандартный набор мебели, стандартный набор дизайнерских решений. Все это далеко не так. Библиотеки очень уникальны. И библиотека, которая сегодня была объявлена победителем, городская библиотека номер 6, город Вологда. Это проект 2020 года, платформа 73. Я очень хотел бы показать уникальность проектов, что выводы, которые мы дальше делаем о необходимости создания образовательных программ, это далеко не стандартные библиотеки. Мы имеем дело с большой выборкой различных библиотек. Можно дальше? Несколько эмоций. Просто поделиться чуть-чуть эмоциями из истории запуска библиотек. Вот такая была история из Улан-Удэ. Звонок в библиотеку, ребенку, который находится в библиотеке. Мама спрашивает, ты где в библиотеке? Не ври, ты так долго, где ты сейчас? В библиотеке. И представляете, мама не поленелась, позвонила на стационарный телефон библиотеки, чтобы уточнить, там ли этот мальчик. И вывод замечательный. Надо зайти, посмотреть, что это за библиотека такая, в которую они всем классом ходят. Можно дальше. И еще очень короткая история, тоже очень эмоциональная. Дети реагировали так. Мы хотим быть вашими читателями. Супер библиотека. И на следующий день мама, очень выслушавшая весь вечер восхищение своего ребенка, в итоге сама захотела увидеть. И в выходной день целая группа родителей пришла вместе с детьми в библиотеку. Вот как важно то, что создают новые библиотеки. Это несколько далеко ушло от классического восприятия библиотек. Итак, давайте дальше. Давайте немного вернемся все-таки к компетенциям и к подходам. Дальше Анастасия немножко подробнее расскажет о том, что мы собираемся сделать. Ольга Сергеевна Ерилова сообщила о том, что в рамках проектного офиса будет открыт Центр непрерывного образования. И Центр будет создавать именно образовательные программы, посвященные тем новым компетенциям и новым подходам, которые так нужны библиотекам. Это не значит, что это будет делаться в ущерб нашим классическим образовательным и научным функциям. Это значит, что это будет в качестве дополнения, чтобы ответить на вызовы текущего временного контекста. По классике каталогизация, справочно-библиографическая работа, комплектование. То, о чем говорил Михаил Дмитриевич в своем докладе. Действительно, очень важно, что фонд является основой работы библиотеки. Тот самый массив более чем в один миллиард книг, как было сказано в докладе Михаила Дмитриевича. И понятно, что здесь нам предстоит еще очень-очень много работы. Но я хотел бы сказать, что в контексте наших бесед и взаимодействия с министерством мы видим очень активную поддержку именно всех инициатив, посвященных библиотечным фондам. И думаю, что помимо модельных библиотек, которые дали нам очень много понимания, как нужно вести национальные проекты, в ближайшем будущем будут запущены еще несколько важнейших проектов, посвященных именно теме библиотечных фондов. Тема сохранности. Спасибо всем, дорогие коллеги, за проведение мониторинга. Неоценимая помощь. Это проблема комплектования библиотечных фондов именно муниципальных библиотек. Самое уязвимое место, наверное, нашей отрасли. И, конечно, создание единого цифрового библиографического ресурса. Это тоже, наверное, будет поддержано министерством. Давайте посмотрим на новые компетенции, новые подходы. Партнерство и коллаборации. Я думаю, что все мы с этим столкнулись. Это крайне важно. Мне очень приятно отметить, что атмосфера партнерства позволяет нам создавать очень серьезные проекты. Это и разработка стратегии развития библиотек. Это и разработка мониторинга состояния библиотечных фондов. И дальнейший мониторинг ежегодный. И, конечно же, модельные библиотеки. Это делают и национальные библиотеки, и наши партнеры из регионов. Этот опыт нужно изучать и нужно продвигать в нашу сеть. Очень коротко скажу еще буквально о двух важных компетенциях. Это работа, извините, это роль библиотек в местном контексте или в работе местных сообществ. Этой темой давно занимается иностранка. Это тема нашего российско-американского библиотечного диалога. Нужно обязательно изучать и продвигать этот опыт. Ну и, конечно же, культура коммуникации и реклама, и маркетинг, и пиар, и способ донесения своей позиции до местных властей. Все это очень нужно. Очень много сделано по теме волонтерства, молодежкой. Спасибо команде этой замечательной библиотеки. Опыт абсолютно необходимо продвигать и дальше во всю библиотечную сеть. Опыты привлечения внешнего финансирования также очень важен. Его очень мало, как это ни странно пока, но я думаю, что во многом в этом будущее. Но не буду читать весь слайд. Давайте мы двинемся дальше. Итак, как я уже сказал, планы должны строиться на очень солидной исследовательской базе. Поэтому вместе с ведущими библиотеками, вместе с РАДБ, вместе с детской библиотекой, вместе с молодежкой, мы проводим очень серьезные исследования, которые позволят определить те самые рыночные ниши высшего библиотечного образования, что нужно поменять в федеральных образовательных стандартах, какие существуют рыночные предложения высшего и дополнительного образования. И именно на основе проведенного исследования мы будем запускать чуть-чуть позже наши образовательные программы. Я хотел бы передать слово Анастасии Дитловской, которая расскажет о Центре непрерывного образования. Но до этого я хотел бы все-таки такой небольшой спойлер. Мы должны с большим уважением относиться к нашей истории, к истории библиотечного дела. Совместно с «Иностранкой» появилось замечательное издание, замечательная книга. Мы надеемся, что это станет полноценной серией. Серия «Великий библиотекарь» и первое издание посвящено Маргарите Ивановне Рудомино. Это наш вклад в такой баланс истории, инноваций, классики. Мы очень надеемся, что эта серия будет продолжена. Анастасия Юрьевна, слово вам, пожалуйста. Спасибо, Вадим Валерьевич. Здравствуйте, коллеги. Хотела бы немножко дополнить по исследованию. Сейчас методология исследования по образованию разработана. И еще раз спасибо коллегам из федеральных библиотек, которые как раз помогли в разработке методологии. То есть на этапе ее разработки мы общались действительно со специалистами РНБ, РГДП, РГБМ. И очень существенно изменили методологию, которую изначально предлагала Высшая школа экономики. Именно с учетом важных комментариев и опыта, которые есть и накоплены в библиотеках. И, конечно, результаты этого исследования будут обнароданы в январе следующего года. И методология дальше, возможно, будет корректироваться. Я надеюсь, что этот опыт мы сможем использовать и в регионах, и в наших федеральных библиотеках. И это будет действительно очень полезно. В фокусе этого исследования ВУЗы на данный момент. То есть это не ДПО. И основная цель этого исследования как раз понять, как эффективно сотрудничать ДПО с ВУЗами. Как можно дополнять их работу именно в сфере библиотечного образования. Можно следующий слайд. Хотелось бы немножко проанализировать наш опыт образовательных программ в рамках национального проекта для модельных библиотек. Сразу скажу, что обучали мы дистанционно и обучали два года подряд. Это в 2019-2020 году. И было запущено 4 программы в прошлом году. Это была программа отдельно для региональных проектных офисов на 16 академических часов. И программа для сотрудников модельных библиотек уже на 72 академических часа. И я могу сказать, что действительно эти программы были очень эффективны. Хороший отклик получили. Чуть дальше еще об этом поговорим. И тут очень важно, что во всех программах нам помогли тоже специалисты, коллеги из федеральных библиотек и из региональных библиотек. Поэтому в основном состав преподавателей в прошлом году он был из библиотечных специалистов, из практиков. В этом же году мы уже больше привлекали регионы, модельные библиотеки, которые открылись. Поэтому действительно, наверное, программы получились такими удачными. В этом году мы сфокусировались, немножко разделили, поняли, что все-таки проектные офисы на самом деле не нужно отделять от руководителей ЦБС. Во многом их задачи схожи, просто немного разные масштабы. И поэтому мы запустили программу как раз управления изменениями для управленцев и внедрения изменений уже для сотрудников библиотек, не являющихся руководителями. Следующий слайд, пожалуйста. Хотелось бы поговорить об основных наших подходах к образованию, которые реализуются в этих дистанционных программах. Во-первых, это широкий охват, это многоступенчатость, мультиформатность и практикоориентированное обучение. Конечно, мобильность и модульность. Давайте немножечко расшифрую об этом, эти моменты. Следующий слайд, пожалуйста. Во-первых, по поводу широкого охвата. У нас, конечно, уникальная сейчас возможность в рамках нацпроекта предлагать наши образовательные программы безвозмездно для регионов, потому что Министерство культуры Российской Федерации полностью поддерживает разработку. И в 2019 году мы пробовали только этот формат и обучили 307 специалистов из 44 субъектов. То есть мы предлагали эти программы только победителям. В 2020 году министерство нас поддержало в том, чтобы уже предложить программы всем субъектам, которые могут участвовать в проекте, то есть 83 субъектам. И удалось обучить уже более тысячи. То есть за два года практически полторы тысячи человек прошли повышение квалификации в полном объеме. И это, конечно, очень хорошо. Следующий слайд. Мы поняли, что недостаточно обучать человека один раз в рамках нашего проекта. И, конечно же, все мы знаем о концепции life learning, то есть обучение в течение жизни. Это действительно очень важно. И сейчас у нас есть возможность прилагать обучение по ступеням. То есть человек, который обучился в прошлом году, он может обучиться также и по второй ступени уже образовательной в этом году. В следующем году это будет третья. И так, кто вошел в проект в 2019 году, получит минимум шесть ступеней. И надеемся, конечно, что на этом мы не остановимся. Такой формат действительно помогает идти от общих вопросов к частным. Мы, конечно, перерабатываем свои курсы. Вот, например, первая ступень, которую мы запустили в прошлом году, она уже будет переработана в следующем году. Мы понимаем, что, конечно, какие-то моменты нужно дополнять, дорабатывать. Следующий слайд. Но в целом образование, конечно, очень практичное. Что мы подразумеваем под мультиформатностью? Наш курс состоит, во-первых, из видеолекций. Дальше обязательно практические задания. То есть каждый участник получает кейс, который он должен самостоятельно разработать. Эти практические задания обсуждаются потом на вебинарах уже с преподавателями. Разбираются общие ошибки, даются советы. Мы обязательно даем такие руководства к действию, списки, чек-листы, что нужно сделать, чтобы достигнуть определенной цели по каждой лекции. Тоже это вызывает очень большой позитивный отклик. То есть после каждой темы у человека остается реальный список, что он может сделать для того, чтобы прийти к поставленной цели. То есть лекции дают именно возможность применить знания сразу же на своем рабочем месте. Следующий слайд. Хотелось бы еще поговорить о преподавательском составе. Как я уже сказала, в прошлом году в основном это были библиотечные специалисты. В принципе, мы придерживаемся этой концепции в этом году, например. Но в этом году у нас добавились и другие культурные институции. Например, музеи, специалисты, которые работают и в регионах музеев, и в наших, таких как гараж, например. И это 91% на самом деле специалистов из культурных институций. 87% это именно библиотечные специалисты. И остальные 13% это специалисты из других сфер. Понятно, что когда мы говорим, например, о маркетинге, то мы можем привлекать и маркетологов из других сфер. Например, из издательства STXMO в этом году мы привлекли Екатерину Кожанову. В принципе, это тоже очень хорошая, позитивная практика, как мы видим, потому что взгляд со стороны всегда помогает увидеть то, что мы в своем сообществе, может быть, не видим. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, кажется, что обучение мобильное, можно проходить его как на стационарном компьютере, так и довольно удобное мобильное приложение, которым мы сами пользуемся, когда чему-то обучаемся. И для регионов, конечно, это крайне важно, потому что можно в любой момент, в любом месте пройти, остановиться, вернуться, и это хорошо. Следующий слайд. Делим, конечно же, обучение на модули и по теме. Это тоже позволяет раскрыть весь спектр знаний с разных сторон, то есть и систематизировать это. Погружение таким образом происходит в каждой области образования очень хорошее. Следующий слайд. И, конечно, мы обязательно проводим оценку, смотрим, какой вот клик вызывают наши программы. Как мы видим, на самом деле, библиотекари и не только довольно честно отвечают, то есть никто не стыняется, не боится. Но мы видим, что в основном, конечно, говорят, что очень помогают эти профессиональные знания. Даже бывает такая ситуация, что мне пишут из других регионов, которые пока не вошли в проект. Пишут, вот нам сказали, что программа запущена, что очень интересно, как можно попасть. То есть уже работает такое сарафанное, можно сказать, радио. Это очень приятно. И большое спасибо коллегам, которые уже выступили как преподаватели курсов. Конечно, это именно благодаря вам, потому что практики из библиотечной сферы, конечно, дают уникальные знания. Спасибо вам большое. Следующий слайд. И мы, конечно, пробовали спрашивать и спрашиваем всегда про дистанционную форму обучения, потому что вызывает много споров. Если в этом году, на самом деле, у нас даже нет выбора, то в прошлом году еще был вопрос. Все-таки еще была возможна очная форма. Но, тем не менее, оказалось, что она, конечно, удобна, когда мы говорим о таком широком охвате всей России. То есть пользователи говорят, что да, очень удобно, в свободное время можно зайти, можно перед работой, во время, если есть минутка, можно получить действительно при этом практические знания. То есть нет такого, что нет возможности спросить у преподавателя все равно, они все время на связи, в специальном чате на платформе, на вебинарах. Помогает освоить компьютерные технологии. На самом деле, это тоже здорово, потому что не все библиотекари должны были использовать компьютерные технологии. Теперь уже больше у них на это обязанностей, возможностей. Ну и, конечно, отмечает особенно из труднодоступных населенных пунктов, что очень удобно. Следующий слайд. Ну и буквально пару слов. Центр непрерывного образования, который будет открыт в следующем году, предложат сначала четыре программы повышения квалификации, они будут дистанционные. Сразу скажу, что здесь схема работы такая, в регионы направляется информация о том, какие в принципе программы повышения квалификации доступны в рамках нацпроекта культуры и федерального проекта творческие люди. Регионы сами выбирают, на какие программы им записываться. Сами выбирают, сколько библиотекарей, сколько, например, сотрудников ДК или театров им отправить и куда. Поэтому мы посмотрим, какие цифры будут у нас. Но я знаю, что многие регионы библиотекарей, конечно, направляют в вузы сейчас. И вот в первый раз в библиотеке появится такой же Центр непрерывного образования. Программы мы уже озвучивали, да, даже Ольга Сергеевна озвучила, какие-то будут программы. Но вот уже в ближайшее время будет направлен такое предложение в регионы, так что вы сможете зарегистрироваться при желании. Следующий слайд. Ну и вот наши контакты. То есть вы можете писать на общий электронный адрес, скоро будет открыт сайт, там будет вся естественная информация, сразу же будет все разослано в регионы. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь, высылайте любые предложения. Мы, как всегда, открыты для сотрудничества. Спасибо. Спасибо, Анастасия. Спасибо, уважаемые коллеги. Позвольте мне на этом закончить наш доклад. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok